спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы серфинг то же самое что серфинг только к доске прилагается парус благодаря ему можно ходить по любому водоему а некоторые умудряются заниматься виндсерфингом в закрытых бассейнах это самый легкий способ почувствовать себя моряком есть парус есть на чем стоять а больше ничего не нужно петербург явно не ходит в число столиц мирового серфинга и тот климат не та высота волны зато на досках под парусами у нас ходят очень многие в 2010-х питерские атлеты стали неплохо котироваться на мировом уровне даже под капризный ветер финского залива можно построиться для тренировок было бы желание прямо в черте города есть удобные бухты для занятий виндсерфингом скажем на у подножья башни лахта центра сергей репин тренер клуба твой ветер рассказал где в петербурге можно поднять паруса санкт-петербурге можно заняться на станции твой ветер от в районе башни лахта вот есть на воде окраина до 15 минут где-то от метро беговая а кроме этого также есть в дюнах солнечном две станции фреш винт и тайков и большой жори еще одна станция как мы понимаем заниматься этим можно не круглый год можно круглый год заниматься в петербурге не круглый год мире до осенью зимой можно в египет поехать во вьетнам поехать а я петербурге можно заниматься с мая месяца по сентябрь месяца что вода как раз уже теплая стоит и вы находитесь на доске а не в воде в основное время поэтому гидрокостюмы у нас толстые 5 до 5 7 миллиметров поэтому принципе не холодно трогать травматичный вид спорта нет падение в воду не на асфальт поэтому в отношении с другими максимальным видами спорта довольно таки безопасный вид спорта почему именно это место выбрано для виндсерфинга в петербурге основной локации из-за ветровых и территориальных расположений у нас санкт-петербурге ветер дует основной 80 процентов до западного направления безопасный ветер для обучения у нас нет волны в этом плане что посмотрите вода довольно ровная в дюнах при западном ветре волна ветер дует чисто в берег получается волна обучаться очень сложно и для матери на части довольно тяжело для обучения это самое лучшее мелко безопасно то что всех интересует насколько это дорогой вид спорта это дорогой вид спорта в начальном этапе это не дорогой вы можете прийти на прокат взять доску попробовать свои силы а так комплект профессиональное оборудование стоит если вам парус доска в районе 200 250 тысяч выйдет рубля и это только один комплект да только один комплект на сколько его хватит смотря как кататься будете принципе может лет и на 10 хватить что в принципе все ремонтируем и ничего такого там убиваемого нету если человек хочет привести ребенка в виндсерфинг что ему нужно делать петербурге до зайти в интернет посмотри набрать виндсерфинг санкт-петербурге позвонить по телефону выбрать школу и привести ребенка